ДК turn to ban Ну, антиспойлер такой своеобразный получите Воды уже давным-давно залиты Ну что ж, а у нас второй полуфинал Итак, ДК и Оранж Они играли в одной группе В группе Б Но так уж получилось, что и попали друг на друга Как, в общем-то, LGD и IG в первой паре ДК только одну карту проиграли Как раз, по-моему, и Оранжем проиграли То есть у них 1-1 было в группе После чего Оранж попали на IG Отлетели вниз Ну и внизу уже легко разобрались со своими оппонентами Это были MUFC После победы над MUFC они попали Соответственно в финалы Итак, состав Razer Orange Капитан команды Extinct Играет на лесных саппортах обычно Далее идет Ice Муши, Ice 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 и Яматех Если с Муши, Яматехом все понятно Муши, Соло-Мид, Яматех, Кэрри То Ice 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 и Ice Ну, скорее всего, Ice 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 будет играть На харде А Ice будет играть на каком-то саппорте Вот Что касается команды ДК Кунг-Фу Панда Он же Ротк Капитан команды Пришедший из Ехоум По-моему Или стоп, или не он пришел из Ехоум Я сейчас могу немножечко вам соврать Возможно, Ротк-то и играл В ДК Насколько я помню Так, 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 так Нужно найти репортаж С International И посмотреть там состав И так, ДК, Ротк Да, Ротк играл Лонг Диди и Зип команду покинули А вот как раз Кью-Кью-Кью И ММА Пришли Ну и Супер с Бёрнингом Супер Это соло Мид команды Ротк Насколько я помню Играет обычно на харде Супер Соло Мид Бёрнинг Кэрри Кью-Кью-Кью Будет играть На лесных саппортах Ну и ММА Остается роль саппорта Если они решатся Сыграть именно так Вообще Говоря про Кью-Кью-Кью И ММА Они команду Ну Исходя из игры Из того, что мы видели Усилили Именно потому что ДК стали играть лучше Ну а на позиции кэрри Усилять-то, в общем-то ДК уже нельзя Никаким образом Да и мид у них В общем-то Не самый плохой Итак Первый пик Пик у нас был у ДК Они забанили Дарк Сира И Баунти Хантера Бэтрайдер и Андайинг В бане от Оранж Фёрст пик Темплар Ассасин И Рубик с Магнусом Но Магнус сегодня Порадовал определенно нас Очень классный герой Вообще мне нравится Просто вот хотя бы Как он говорит В момент Когда его пикают Магнус Совсем недавно ввели Буквально неделю назад Этого героя Ну или чуть больше Но уже он стал Очень популярным И Практически в каждой игре Попадает в пик Свен или Шрак Ответ от ДК Ну что ж Я так понимаю Бёрнинг у нас Будет демонстрировать Какую-то Игру на Свене Потому что Суперу достанется Темплар Лешрак Лешрак Возьмёт Думаю Либо ММА Либо РОДК Хотя и КЮКЮ Может поиграть Всё зависит от того Что придумают дальше Супер Возьмёт Супер Джакира Джакира Третье пик от Орэндж Шадоу Финд отправляется в бан Насколько я помню, на Шадоу Финде у нас играл Яматех И Муши, по-моему, тоже Ну, исходя из логики Магнус должен идти на мид Либо на хард, потому что На других позициях Мы его пока что не видели Этот герой Частенько появляется на миде Но сегодня мы его видели на харде Третий бан команды Орэндж Да, здесь тяжело Теперь стало банить героев Когда вот эти первые два бана Но благо Банов общее количество осталось пять Конечно, в данной ситуации Героев банят Исходя из Не только из игровой ситуации С плана на игру Но исходя из Оппонента Не случайно СФ попал в бан Ну, то есть, будь Сейчас LGD или IG на месте Орэнджа Я сомневаюсь, что ДК бы забанили Шадоу Финда Потому что им не так часто играют Китайские команды Ну, вот Орэндж поигрывают И решили их этого оружия лишить 10 секунд 5 секунд 5 секунд Бан Энигма На нем пока остановились Луна отправляется в бан Ну, конечно, отличие азиатской доты налицо Опять же, не столько исходя из какого-то стиля игры Ну, просто Каждая команда играют разными героями В Азии, например, мы совершенно не видим Пуджав В то время как в Европе Его используют достаточно уже часто Периодически возникает этот герой у нас в пиках Ну, и, надо сказать, неплохо Используется Нэтчер профит Нечастый гость Ну, вот как раз-таки Ротк на этом герое Вполне неплохо Яматеху выкручивают Этими банами Да Возможно Ну, я думаю, Яматех найдет, чем поиграть У него большой пул героев Которыми он играет Последний бан От ДК И это Квин оф Пейн Ну, пытаюсь я вспомнить Андайнга Предполагали Официальные стримеры увидеть Он ушел в бан Ну, то есть, логично Темпларку и квапу Тоже Они в бане Свен был По-моему Или не помню Был точно Антимаг с Вайдом Их пока нету Ну, вот Возможно Воид появится у нас Был Чен Кстати, Чена до сих пор нету Чена мы можем увидеть Также была Энигма Но она в бане Не помню Помню Было 10 героев Всех не помню Кто был на картинке Но не суть важно Тайтхантер Вспомнили про такого героя Которого не очень хотят видеть Ну что ж Пока что Магнус у нас является Единственным обладателем Такой Неприятной Дизейбрищей ульты По сути дела Кроме него В игре Есть не так много Аналогов Это Тайтхантер Энигма Верочку Забирают ДК Проблему с Хардом Решили Но Тайтхантер Энигма В бане Остается только Лишь Магнус Да В какой-то степени У него даже Эффективнее ульта Чем у Энигма Потому что Также наносит урон Но не ченнелинг И стан Также на 4 секунды Даже получается Получше Ну естественно У Энигмы Не только Блэкхол Ее преимущество Поэтому Нельзя так сказать Что Магнус Однозначно лучше Совсем другой герой Да Это Войт И здесь попали Прямо в точку Официальные стримеры Ну не зря они смотрели Всю эту лигу В отличие от меня Действительно Оранжи Выбирают Войда Ну и вот Яматех Продемонстрирует нам То как он Играет на этом герое Конечно Войт Ну как бы Войду не стоит Такая проблема Как Свен Или какой-то Другой герой Потому что у него Все решается Очень легко Он просто может Поставить купол Но купол Еще тоже Нужно уметь Поставить И конечно Должно Хватить урона Потому что Свен Гораздо более Толстый герой Если говорить О чистом ХП Тем не менее Две ульты Да Еще Кстати Войда Я забыл С его дизейблющей Ультой Время действия Которое Целых 5 секунд Ну и мы видим Что Теперь есть Еще и Воид Да ДК ДК Явно Не стоит Драться 5 на 5 Как-то Ну Если будет равная Такая игра Без Какого-то Преимущества То вот прям Драку 5 на 5 Где-то Собирать ДК Не очень Выгодно Потому что Они могут попасть Под ульт Магнуса Под ульт Войда Причем Под тот И под другой Ульт Попасть Очень легко Достаточно Встать В кучку И лондруида Они выбирают В качестве Кэри Еще одного Кэри Ой-ой-ой Как же они Встанут На линии Посмотрите Сколько Неужели В лес Его отправят Темпларке Нужен Фармс Вену Нужен Верка Должна Ити Тоже Какую-то Соло Линию Хотя Верка В принципе Может Посаппортить Это уже Ставшая Чуть ли Не стандартной Вещью Саппорт Виндранер Ну да И в таком Случае Медведя Отправят На сложную Либо Вообще Отправят На сложную Треплу Что так же Вполне возможно Трепла У них Очень сильная Вырисовывается Но Брюмастер От Орндж Ох Какие пики Ну и вот так Вот Муши Забирает А не Эмотех Вайда Что интересно Экстинкт Будет играть На Рубике Айс 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 На Джакира И Емотех На Брюмастере Вот так вот Ну теперь Только посмотреть Как все-таки Они станут По линиям Пойдет ли Магнус В сложную Бернинг Будет играть На Медведя Ротк На Виндранер Кью-кью-кью На Свене Вот это Неожиданное решение Это очень Неожиданное решение Хотя Почему Неожиданное Он же Играл На Сэмикэре Может Умеет Могет Prepare For battle Ямотех Не играет На Кэрри героях Ну здравствуйте И он берет Брюмастера Который будет Фармить На этой трипле Наверное Джакира Айс играет На Кэрри героях Неплохо Встали В кучу Сейчас ДК Но никто Не хочет Нападать Непонятно Здесь на самом деле У кого Лучшая позиция У кого Лучше Героя Никто не решается Нападать Ну понятно Что у Джакира Есть айспад Клейб Брюмастера И Магнус Может взять волну Но и здесь Есть станчики Неприятные Очень неприятные Станчики Ну что ж Бернинг на мишке Снизу остается Все таки ДК решили Сыграть в триплу Да Это будет трипла На сложной Со Свеном Лешраком Ну и так же Здесь будет присутствовать Виндранер Виндранер конечно Играет здесь Скажем так Второстепенную роль То что она раньше Это безусловно плюс Но главная сила исходит От Свена И Лешака Которые своими Двумя станами Должны доставлять Большие проблемы Экстинкт На Рубике И Айс На Джакира Будут помогать Муши Муши все таки Остается наверху И Брюмастер Уходит на мид Ну Вот так вот Они часто свапаются Яматех с Муши Я честно говоря Так и не могу запомнить Кто же из них На самом деле Играет на миде Потому что они Очень часто свапаются Ай-яй-яй Яматех промазал Флэпом Да И Айсу Сходит на сложную Но будет стоять Здесь против Лондруида Я думаю Что Айсу Должно быть Очень-очень неплохо Но и Лондруид Должен справляться Со своей задачей Пофармить Посмотрим Как дела Будут обстоять У Айда Мы видим Что Кью-кью-кью Свен судя по всему Будет играть Через Саппорта Ну потому что Он вообще не выходит Фармить Фармит Ротк Свен именно Будет Играть на саппорте Ну возможно Это и не самое Плохое решение В принципе От него здесь Главное От него Это вот этот Стан Отлично играет Супер Пока что 7-4 крипстат 3-0 у Яматеха И Яматеху Он переигрывает Что у Бернинга 4 крипа У Айс Айс Айса 2 крипа Ну как-то Магнус Слабовато Учитывая Его волну Он мог и нафармить Уже было Очень-очень много А он Ой Куда-то полез Зачем-то за Бернингом Зачем он это делает Хотя есть Скьюер Есть волна Но Бернинг Слишком быстрый же Конечно Да В результате Очень много ХП сейчас Может потерять Сверху Тем временем Ломают Вышку Потихонечку Атакуют Кстати неплохо Пробили уже Эту вышку Судя по всему Там Рубик Пытается отводить На маленьких Крипах Получил второй Левел Но по левелу Преимущество Здесь должно быть Оранжей Но так оно и есть Здесь все первые А тут уже все вторые И даже больше Мы видим Что Темпларка Идет за рун И забирает ДД Брюмастер На миде Пользуется Моментом Фармит У Темпларки Отличный Крипстат Ну и Бернинг Не теряется На легкой линии Пока что он Магнуса Переигрывает Ну и с получением Пятого левела Будет очень неприятно Мишке Очень неприятно Магнусу Потому что Мишка Будет его Прикапывать Ух ты как Магнус Закрутил это Забавно Моделька Разворачивается Да Преимущество Рейдиентов Достаточно Неплохое По золоту По опыту Понятно И за счет Вот этой вот Триплы Выигрывают Как раз таки Оранжи Но по золоту Преимущество За счет того Что очень хорошо Отыграл Супер И очень хорошо Отыграли Бернинг На своих лайнах Ну и кстати говоря Ротк тоже Зафармил 9 крипов И является Третьим По статистике Ну по крипстату Это очень Очень неплохо Ну вот единственное Преимущество Это вот этот вот Небольшой отвод Который сделал Рубик За счет которого Он получил Второй левел Токийский магнус Ну я так Я в прошлый раз Когда комментировал Игру Оранжи Я тоже перепутал Кто из них Где играет Все понял В итоге Ну и видимо Опять я перепутал Кто на ком играет Нет Прошлую игру Точно Муши Стоял в миде На квапе Вот как сейчас помню А Яматех Был На легкой линии И на интернешнле Так было Ну то есть Как бы это нормально Кэрри иногда ходит в мид А Муши всегда на квапе На миде Вот оно что Ну вот Что меня все время сбивает Надо мне запомнить Где-то записать Я не знаю Какую-то заметку Сделаю себе большой плакат На котором будет написано Муши всегда на квапе На миде Но он кэрри И все равно перепутаем Хороший крипстат Вот Отличное начало от супера Просто замечательное К нему летит сапожок уже Да К нему ползет Кура с сапогом С сапогом С сапогом Это что такое за вард А это сентряк темной стороны Который будет сбивать вард на спауне Его сейчас забьют Разобьют экстинкт и айс Ну и крипстат вайда Конечно Удручающий Шесть крипов Девять крипов У брюмастера В то время как у темпларки В два раза больше практически И у лондруида Одиннадцать Ну и опять же Это только начало Магнус Вот сейчас задача Магнуса Трех-четырех крипов Еще добить Нет, даже больше Пять-шесть крипов Ему нужно добить Чтобы купить себе бутылку Чтобы он мог хотя бы бутылку себе носить И иметь всегда волну Желтый гривел Или оранжевый гривел А здесь пенек Варашус Варашус гривел Это какой? Желтый или оранжевый? По-моему оранжевый Ну судя по тому Как он здесь отображается В гривелах не силен Sorry Суппортовый СВН Порядок лучше Но учитывая, что на нем играет QQQ То есть да, это нормально Ну по сути дела Вот там Можно сказать Вот почему Так, что за бред Но если так глянуть То это по сути дела Та же Винга Тоже есть крик на армор Только у Винги Он снимает армор И немножко дымажит У СВНа Он ускоряет союзников И дает им армор Единственная разница СВН милишный Ну и станчик у него Ауешный И Тоже свои есть Плюсы Ну не говоря уже о том Что если у ДК все хорошо пойдет Этот СВН Ну все равно же Он будет качаться Все равно же Он возьмет ульту И все равно Даже на шестом левеле С одним сапогом У него под ультой Будет очень много урона Относительно там Любого саппорта Другого Ну и как бы Кью-кью-кью Гоу спрашивает Супер Подождите Пинг Хенгао Ребята Пинг Хенгао В этом Вся эта проблема Китайского интернета СВН СВН сравнить с Вингой Ну а что Главная задача СВНа сейчас Это кидать стан Все У него ничего Нету больше У Винги Был бы тоже Этот самый стан И закупка У него будет Очень схожая Варды 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 Сапог Варды Варды Нет, если вы хотите Подискутировать Но коли у нас есть пауза Давайте подискутируем На эту тему Найдите мне Принципиальные отличия Бах Войт отключился СВН парень Бинга девушка Ну вообще Они на одно лицо Так-то Какие-то Безполые Существа Силач Миля Ловкач Рэндж Ну я считаю Что ты прав Вот на такой Коммент Мне точно Нечего ответить Нет, ну естественно Они не идентичны Нету в доте Идентичных героев Вообще Ну действительно Задачи у них будут схожи Я не удивлюсь Если у него даже Плюсы будут вкачаны Чисто для того Чтобы манки было побольше Хотя вот бафнутый Варкрай Он настолько хорош Что ну Просто невозможно Им не воспользоваться Каждый левел Плюс 4 армора 16 армора На 4 левеле Да Вот если бы у него За первый левел Давалось там 4 Потом 6 Да 6 8 И на последнем левеле 12 То его можно было бы И не качать Ну потому что Плюс 2 армора Нет 10 10 на последнем левеле Вот так вот вообще Ну плюс 4 армора Плюс 10 армора Целых 3 левела Вкладывать Лучше вкачать плюсы Чтоб свен был потолще Побольше было маны Прежде всего Хватало там на 2 станчик Потому что стан стоит 140 Еще там какая-то мана оставалась Но когда Каждый левел Дается плюс 4 армора Варкрай Просто необходим Винга за счет Рейнджа и стану Может удачно Отгонять Размениться по хп С врагами Свен же может Только терпеть От рейнджей Да Это хорошее Отличие Но опять же На этом лайне Оно было бы Не вполне актуально Вообще интересно Почему не взяли Вингу Ну просто и так Они в принципе Гоняют этого Вайда Вдвоем Здесь ВРка на линии Она стреляет по войду Плюс Плюс есть Лешрак Поэтому Задача Отгонять Не стоит Они отгоняют И так Но вот С точки зрения Наверное Именно Из-за того Что все-таки Вот в этом Отличии Есть Свен потолще И он позволит Этой трепле Быть чуть помобильнее В отличии от Винги Которая Очень-очень Дохлая Пусть у нее Там есть Станчик И террор Но оно Того не стоит А вот Быть пожирнее Это важно Или Шраку И ВРке Побыстрее быть Глобальных Изменений Свена Никаких не было Ему Ну да Ему бафнули Сплэш Там Ну скажем так Вот этот вот Баф на чуть-чуть Он сильно зарешал Пу-пу-пум Воид у нас Никак не может Решить свои проблемы Все Жизненные Свен потенциальный Кэрри В отличии от Винги Не согласен Винга Тоже потенциальный Кэрри Конечно Ее потенциал Гораздо меньше Но в данной Ситуации Это не потенциальный Кэрри Это просто Дядя Дядя Стан Только в эрке Развивается плащ Ну развивается Это громко сказано Ну если ты не веришь Что в эрке Это потенциальный Ой в эрке Винга Это потенциальный Кэрри Загугли Где-нибудь Первые Финалы Старладера Игру Дарр Уж не помню Против кого Посмотришь Да и не только Было много Прецедентов Но последнее время Не так часто Используется Ну У Винги Тоже Урон с руки Не самый Благодарный Магнусу Сбивают Регенманы Ну что-то Айсайсайс Немножко чудит По-моему Медведь Четвертого левела Покажет Да Здесь вайду Я бы посоветовал Все-таки Покачать Бэктрек Получше Это не та ситуация Где можно Раскачивать Таймлок Здесь нужно Именно На выживание Что-то качать Свен кстати Откинул станчик Вот из-за этого Так мало ХП вайда Ну и Лондруид Ждем Когда он Получит пятый Это важнейший Момент И начнет Привязывать Бедный Брюмастер Демотех Несчастный Без фарма Только с критов Как-то умудряется Крипов Забирать иногда Темпларк С ДД Убивает Брюмастера Пока я засмотрелся На то что происходит Снизу Здесь очень интересно С медведем Игрался Бернинг И сейчас может Прикопать Айса Нет Прикопка не проходит Ну в общем У Брюмастера Все совсем плохо Его еще и супер убил Получив 6 левел С ДД Очень неосторожно Сыграл Брюмастер И сейчас еще раз Может умереть ДД-то еще действует Инвиз получила Темпларка Но должен был Это видеть Яматех Но он это видел Да Вот это преимущество По опыту За счет заденайных Крипов Оно сказалось Быстрее получила 6 левел И убила Хотя я даже не уверен Что там был 6 Просто с ДД Могла наковырять Вполне Снизу Очень агрессивно Действуют Запушат вышку Сейчас Притом Лишь акты Бездиаболика А вышка все равно падает Ничего с этим Не могут сделать Муша 11 скрипов Всего лишь 4 левел Нет Вышка пока стоит Пауэршот Бэктрек спасает Да Все правильно Максит бэктрек Магнус Все таки принес Себе бутылку Но Лондруид Его сейчас Загнобит Брюмастер Отдал Гревелу бутылку Нет не отдал Наоборот Забрал Гревелу бутылку Нужно отправлять ее Обратно А он хочет выпить Разменяться По хп Но Разменом по хп Это не назвать Потому что он просто Потерял кучу хп Не сняв ничего Там пларки Кроме рефракшена Да Супер Вчистую Переигрывает Пока что Им от эха И Я думаю Это должно Будет сказаться Магнус Начинает Грызть Слон Друид Очень ему больно На каждом Лайне Такое напряжение Везде могут Начать ломать Вот кстати Определенную ошибку Совершил Гемотех Я сейчас вам Объясню какую Как только будет Слать пауза Это действительно Можно назвать Ошибкой Это проверено И На опытах Скажем так И в теории Неплохо работает И на практике QQQ Забирает вышку У него есть уже Сапожок Мэджик Ван Магнус Иллюзии Ну Брюмастер Есть ульта Вот обратите внимание Сейчас он начинает Кидать пары На темпларку В общем Проверенный факт Как раз таки Виртус Про Еще Месяца два Назад Выдвинули Такую теорию Там перед Игромиром По моему Что Брюмастер На миде Может легко Выиграть Темпларку Если будет Качаться Через винные пары Буквально Месяц назад Эту теорию Они проверили Кси Который Очень Очень Нестабильный Ой Кси Крейзи Который Очень Нестабильный Играет на миде Взял против Темпларки Этого Брюмастера И Темпларка Не могла Сделать Вообще Ничего Она Била Смел Да у Брюмастера Там доставалось 200 хп Три мяса подряд В итоге Брюмастер имел Лучший Крипстат Лучший Левел И Игру Эту Вертус Про Легко Выиграли Ематек Сыграл Через Клэп И Мы Видим Что До сих Пор Он Не Имеет Даже Седьмого В то Время Как Темпларка Уже Восьмая И Отдал ФБ Очень Показательный Момент Брюмастера Сейчас Найдут Да Находит Брюмастера Но Он Играет Очень Осторожно Обновляют Варды Магнус Уже Не Подходит К Лондруиду Лондруид Почти Восьмой И Что движется Вы Видите Даже Не Обязательно На четверку Было Качать То есть Можно Было Взять Эти Пары На первом Левеле И Просто Их Обузить Это Уже Было Бы Эффективно Потому Что Пары Снижают Скорость И Дают 45% Промаха Это Уже Очень Много Не Обязательно До 75 Добивать Ну Вот Как Поздно И Матех До Додумался Наверное Не Отрабатывали Такую штуку Азиаты Есть Чему Им Получиться И У Европы Реген Заберет Ловушку Ну Вот И Все Посмотрите Три Удара Три Меса Просто Улетел Откуда Улетел Вниз А Где Магнус А Магнус Почему Отсюда Сбежал И Сейчас Брюмастер Будет Пытаться С Медведем Ну Конечно Медведь Пропускает Клэп Нужно Обязательно Вгрызться В панду Но Не очень сильно Испугался И на самом деле Правильно сделал Бернинг Свен Видит По-моему Видел Он сейчас Айса Хотя мог Из-за Темноты Не увидеть В общем Какой-то Странный Ганг от Панды На Бернинга Но Понятно Было Что Бернинга Убить Очень тяжело Великолепная Хроносфера Пытается Уйти Род Дает Шекол Какой Шекол Привязывает Реверс Полярити Вдвоих Хорошо Можно здесь Убивать Стан от Свена Кто кого Лишрак Замахивается Не успевает Дать Стан Ну как же так И Кью-Кью-Кью Нужно отсюда убегать Кью-Кью-Кью Уходит Забирают Только лишь Лишрака Темпларка Врывается И сейчас Темпларка Будет убивать Айспас Хорошо Какие Шеклы От Родка Свен На развороте Станчик Вайда Могут убить И убивает его Все-таки Вендранер Свен Поплатится Жизнью Скорее всего Уходит Свен Прячется В лесу Панда Убивает его Темпларка Отступает Родка Тоже Отступает Какие два Шеколшота От Родка В это время Бернинг Оставаясь Соло На нижней линии Спокойно Разбивает Вышку Да Чувствуется Преимущество ДК Очень серьезно Чувствуется Вот буквально Родк Сделал Всю игру Сейчас А если бы еще Лешак Попал Станом Там так Было Жестко Там Сразу Скорее всего Убили Воида И Темпларка Влетала На троих Там Могли Свена Не отдать Ну Один 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 в один Размен При том Что Разменяли Лешака Странно А почему 2-2 Счет Если Своид Убивает Лешака Преумастер Убивает Свена А до этого Нигде Никого Не убивали Что ли Да Нигде Никого Не убивали Значит Мне показалось Что где-то У ДК Уже Кто-то Умирал Но на самом деле Видимо Нет Темпларка Забирает Иллюзии Магнус Хорош Айс Айс Заталкивает Наверх Красиво Причем Сам Остается Снизу Ну Темпларка У нее есть Дайгер Она спокойно Уходит отсюда В это время У Бернинга Одиннадцатая Минута игры У него Почти Сакрат Хороший Стана Джакира По четверым Темпларка Использует Рефракшн Уходит Есть Хроносфера Урона нет У воина Ну нет Ну против Мишки Это не вариант Ставить Мишка Здесь не даст Фармить Ну конечно Мишка Слишком Силен Шестьдесят И убивает Хорошая игра От Айсайсайса Показал он нам Потенциал Магнуса Ну тем временем У Мишки Сакрат И на четырнадцатой Минуте будет Радианс Стандартный Китайский Радианс От Бернинга Интернешнли Было как-то так же Куру сейчас Нужно отправлять В магазин Два-три Посмотрите Какое преимущество Радиантов Это просто невероятно Две вышки И фарм На линиях Свен Ну грамотно Все делает Кью-кью-кью Он не тратит Стан Просто дает Крик Чтобы если что Его не убили Потому что Под криком Свена Даже под вторым Убить Очень и очень Тяжело Такому вайду Да даже вайду Там с батлфури Было бы убить Ему очень тяжело Слишком много армора Магнус возвращается На линии Ну как тут Подерешься с ним Здесь уже Сакрат у медведа Ну что-то Пытается сделать Но медведь Отгрызает Огромные куски Не дает Ничего сделать Контроль Великолепный От Бернинга И 63 Крипа У Супера Немножко Подтянулся Емотех 60 крипов У него Но даже Хорошо подтянулся Ротка 57 Магнус 38 Вот двое 33 Это настоящий Провал Ну ничего Не поделать Его очень Очень жестко Наказывали Магнус Дает волну Медведю Как-то Абсолютно Все равно У него Есть Транквилы И сейчас Что нападают На Магнуса Да нет Магнус Формит И это Минус Магнус Возможно Нужно Наскьюери Уезжает Наскьюери Едет Айот ТП Очень неплохо Может уйти Отсюда Магнус Ай Хорош Во время Прикопки Наскьюери Дал ТП И в общем-то Улетел Ротк Ротк Ой Бернинг Отправляется Наверх У него Очень скоро Будет Родианс Ну на 14 Минуте Он не будет Но Уже Очень скоро Будет Родианс В любом случае Если его не убить То Тайминг Будет Достаточно Критичным А убивать его Нечем Нету героев Способных Убить Пандас ДД Пауэршот Айспас Можно было Кастануть Не решился Этого сделать Причем Посмотрите Как он Формит Медведем Сам стоит Достаточно Далеко Выйти на него Тяжело И 1500 хп Снимать ему Абсолютно Нечем Хасту Забирает Брюмастер Медленно Но верно Капает Золото В карман Медведю Аркан От Магнуса Муши Получает Возможность Подфармить Кю-кю-кю-кю-кю Две перчатки Может быть Урну соберет Может быть Парочку Брассеров Решил Сделать себе Ну и Бернинг 800 монет Не хватает Эму Дородианса Нужно где-то Дофармить Часики Тикают Но как бы Минуты позже Минуты раньше Здесь не так Принципиально Все очень хорошо В ДК Очень хорошо Все в ДК Персиверанс Ну хотя бы Что-то Орнж Смогут показать Как-то пока что В одну калитку Выглядит Вот сейчас Этот медведь Купит себе Радианс И начнется Экшн Мека На Вендранах Даггер На Темпларке Уже достаточно давно Урна на Свене Лешрак С Арканами В общем-то Все Тем временем Арканы у Магнуса Арканы у Рубика Джакира С обычным сапогом Персиверанс На Вайде Шекл Не попадает Даггер У Бремастера И собирает он Барабаны Пока что Обычный сапожок Вендрана Остается на миде Бернинг Наверху Вот с этой пачкой Если хорошо Зафармит Бернинг Он может купить Себерабик Скорее всего Ну если С катапульты Учитывать 1200 1200 1400 Все Радианс 16 минут Ровно Хороший Тайминг Очень Хороший Тайминг Хасту Вынуждена Использовать Панда Истекло Время действия Ну что Бернинг Уже везет себе ТП Есть у него Радианс Ну и такое ощущение Что по миду Собираются давить Потому что Какое-то скопление Здесь нет Уходит с мида Все уходят с мида Свен Против Вайда 1000 хп У Свена Ох Хорошо Ох Хорошо Но уйдет Все равно Да Не хватило Здесь какой-то ВР И кого-то еще Чтобы снять Еще 500 хп Хотя Снять их Было бы очень тяжело Учитывая бэктрек Ну и все Медведь собирает Радианс Начинает Развлекать Радиансом Сам перемещается На мид Да Вот здесь минус Как раз таки в том Что Не могут себе позволить Такие хорошие драки 5 на 5 Не могут стоять в куче Потому что Влетит Магнус Влетит Воид Там просто От ульта Джакира Можно сгореть Даже медведя Под куполом Под ультой Магнуса Фейдболт Шоквейв Но все-таки Решаются Вышки кушать Ну правильно Вышка Очень мало хитов Собирают вышку Идут дальше Подтягивается ММА Вот Пытается Дофармить Баттл Фури Это очень тяжело Как оказывается Неудивительно А кто говорил Что будет легко Ну и Как-то пытаются Дэпить Магнусу бы Даггер Но у него нету Даггера Мишку Нужно Перепризывать Перепризывает Мишку Шекл Не привязывает Магнуса Баттл Край И пошли ломать Вышку Пары На медведя Но медведь Как-то не думает Особо промахиваться Рубик Украл Шеклшот Ну вышку Эту должны сломать Сейчас С третьего захода Вполне могут Правда У медведя ХП уже очень мало Осталось Да Решают Отступить Возможно и правильно Сломали Одну вышку Вторую Продамажили Уходит Воид Воид Тоже немного Подфармил Покупает себе ТП И остается ему Полторы тысячи Скажем так До батлфури С батлфури Будет полегче Фармить Здесь Отродка Форстав Намечается Магнусу Магнусу Очень нужен Даггер Он идет К нему Медленно Но верно Но пока Не может Достичь Да И здесь Воид На этой линии Не пофармишь Естественно Вайду Фарм Приоритетнее Ммм Эмпауэр Кстати да Не будем забывать Про эмпауэр Который Вайду Тоже дает Очень неплохой Сплэш И хороший урон Что может В принципе Зарешать Экстинг Смаках БКБ Собирает Супер Бернинг Фармит Медведем Зацепили Неплохо Влетели Сейчас Нужно Реверс Поляри Декастовать Но не успевает Темпларка Убивает его Медведь Бежит за экстинктом Убивает экстинкта Темплар Ассасин Даблкил Взрывает Ловушкой Твинхед Драгона Лондруид Убивает Джакира Остается только Брюмастер Брюмастера Пытаются найти Брюмастер Уходит Зеленую Панду Увел Наверх Ну что ж Три в ноль Размен Да могло быть Все гораздо лучше Если бы ультанул Магнус Но Магнусу Просто не дали Выйти из стана Не дают Пушить вышки Понимают Что войду Не нужно давать Фарма Ну Войт и так Пофармил Но вышки Не нужно отдавать Вышки это Много золота Если есть возможность Две триста Тем временем У медведя Кираса уже Начинает потихонечку Мечаться Воет 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 Две триста Триста монет До батлфури Нужно Один стек Эншентов Зафармить Ну здесь Посмотрите Какое преимущество Гиперстоун Смотрите Смотрите Как быстро Падает С радианцем С гиперстоуном Медведь Конечно Очень круп Убивают Его Взывает Нового Рэббит Тем временем Войт дофармил Батлфури Это очень мне напоминает То что мы видели Сегодня утром Только с несколько Несколько в другой Скажем так Вариации Вышли сносят Шекл Не привязывает У Магнуса есть Юэр Свен крикнул Все бегут Рубика не прикапывает Ну что ж Благо так Да учитывая наличие Медведя и крик Свена То есть там вообще Получается Мишка На максимальной скорости бежит Под Рэббит Тим Пауэр 200 урона Мало конечно Хотелось бы чуть побольше Там какую-нибудь Яшу добавить И будет уже хорошо Скорость атаки приличная Урон приличный Но нужно что-то делать Магнус залетает Ставит хороший купол Магнус может успеть Расгостовать Ну Ай Плохой Реверс Полярити Кью-кью-кью И тот не умирает Убирает Магнуса Кью-кью-кью Все-таки умирает Воид посмотрите Что делает Склепа убивает И брюмастер Даблкил Минус лишрак Муши Убьет или нет Блинкуется Здесь же Лондруид И Лондруид может Не отпустить Воида Да Не отпустит Не отпустит Ох Хорош Гемотех задержался Пройдет ли прикопка Прикопка не проходит На Ямотеха Ямотех уходит домой Ну Неплохая драка От Оранжей Конечно Разменялись Они не в плюс Но Хотя бы Хотя бы Что-то у них получилось Конечно Магнус Неудачно улетанул Не хватило ему Зацепить еще одного Семьсот Монет у Воида Тысяча шестьсот У Магнуса Даггер нужен тебе Друг Доформи Даггер Асайсайз Будет поинтереснее Был бы Даггер Сейчас такой бы Нелепец Не получилось Воида Запрыгнул Поставил купол Ты бы потом запрыгнул Дал спокойненько Реверс полярити На всех На кого хотел Было бы все хорошо Три-один У Ямотеха Давайте включим Статистику киллов Ну супер Доминирует Прямо с начала игры 5-1-3 Ямотех 3-1-0 Отдал ФБ Но потом забрал Три килла Ротк 2-1 Ну вот посмотрите Ротк Очень выгодно Выделяется Не зря На него сделали Ставку на Харде На его Виндранер Ну и вот этот Очень занимательный График На котором Супер и Бёрнинг Имеют На 3000 больше Чем все остальные Ну если под всеми остальными Иметь ввиду Виндранер и Вайда Да даже Виндранер Больше чем Вайд Имеет Это очень плохо Все Перешагнули они 12 тысяч По фарму Ну что Только надеяться Теперь на Вайда Что он как-то Дофармит Свою там Батлфурия И с этим Батлфурия Яшу Или Манту Или может быть Вон БКБ Собираем Или Мом Не знаю Что там в планах У Вайда Вообще Мом бы неплохо Заходил здесь Но опять же Мом без БКБ Собирать Немножко рискованно Просто из-за импаура Можно под Мом Очень много урона Нанести Скорость атаки Будет хорошая Много башей Много урона Все сплэшем В принципе Для такого Не расфармленного Героя Как Вот этот Войда Он нанес Очень много урона Ну он прям Чувствовал Что Слишком как-то Много все Из-за импаура Прежде всего Ой-ой-ой Ой-ой-ой Сейчас могут поймать Нужно уходить Отсюда Муша Спасаться Ну и уходит Муша 1400 Что же он будет фармить? Ну сейчас как будет 2100 Можно будет определить Либо он купит Яшу Либо Огр Клад Для БКБ Либо Бомб Ой-ой-ой Находит его Шекл не попадает Замедление Хроносфера Стан неплохо Но никого нет рядом Посмотрите Какие куски От Виндранер Отлетают Реверс Полярити Вдвоих Не очень хороший Лишака Можно убивать Лишак Захиливается Меккой Виндранер Минус Лишак Минус 2 в 0 Размен Магнус уходит На Схьюари Но там Пларк С Даггера Добивает его Поднимает Рубик Закидывает к себе На мейн Тем временем Свена Разорвали Только Магнус Убит И Супера Можно убивать Ну можно же Убивать Супера Ловушка Ловушка от Рубика Темпларка Замедленно Лондруид Да Темпларка С Лондруидом Остались живы Но вот это главное То что Темпларку И Лондруиды Не убили То что Потеряли Лишака Свена И Виндранер Это конечно Плохо Но Магнуса И Вайда Все равно Убили И что самое главное Живы И Бернинг И Супер Бернинг 2.03 Потрясающе Играет конечно Опять Вайдец Залагал Полторы тысячи Эх Чуть-чуть Ему не удалось Купол то Хороший был Ну рядом Никого не было И он еще Стан в момент Постановки Купола Получил Печаль Только Мон так как Тупо не успеть Уже больше Ничего поформить Ну да Хорошая мысль Я вот тоже Думаю Скьюэр Сбивает Ченнелинг Ну должен Да Сбивает Сбивает Если ТП Сбивает Значит Сбивает Ченнелинг Скьюэр Сбивает Абсолютно Одинаковая роль И у Винги и у Свена В данных Играх Кидать Стан Пока что Просто Кидать Стан Свен даже С руки Не может Бить Его там Просто Убивают Несмотря На его Отличный Крик Ну не хватает Ему Прочности Да Вот сейчас Опять же Неплохая Драка Была Но Рановато Войд Поставил Купол Ну как бы Это было Это был Не его Выбор Его заставили Это сделать Потому что Поймали В лесу Мог Он бы Конечно Отступить Но его Все равно Догнали И По факту Он запер Куполом Троих Вот Магнусу Как-то Плохо Удается Скастовать Ревернсполярити В данной Ситуации Он по-моему Лишака И медведя Закрыл Ну это Конечно Круто Но медведь Это совсем Не тот персонаж Которого Нужно Ловить У него Во-первых Очень много Как бы его можно перепризвать Ловить Да Игра Получается Очень долгая Хотя Идет Только 26 минут Лаги Китайского Интернета Причувствовал Я Что Будет Что-то Подобное В Китае Хотя Сегодня С утра Такого Не было Были Какие-то Пару Дисконнектов Но Все Достаточно Быстро Решалось Видимо Что-то Там Начудили По-прежнему Не умирает Яматех Это Радует Но вот Лучше бы Не умирал Воит На самом деле Хотя За счет Бримастера Здесь можно Потянуть Да Мишка Конечно Силен Купил Рецепт Уже На Кирасу Ну Значит У него Есть Кираса Потому Что Остался Только Чейн Мейл Плейт Мейл Уже Есть Гипер Стоун Есть Рецепт Есть 26 Минут Кираса Радианс Вполне Себе Ничего 184 Крипа Ну И Что Самое Главное Этому Медведю Никто Не Может Ничего Сделать Интересно Медведь Умрет Сейчас Или Нет Вот В него По-моему Летит Выстрел И Убьет Сейчас Вот Гоу-гоу Пишут Захиливается Транквилами Ну И Чтобы Побыстрее Бежать Включает Обычную Форму Все Вышки Снесли Ни одной Вышки Не потеряли Сами ДК При этом 14000 Преимущества По золоту 5000 По опыту Это Очень Очень Много ДД На Темпларке Виндранер Танкует Под Виндраном Не получает Вообще Урона Рошан Стан Ну и Рошан Падает 4200 Что же Купит Сразу Доедал Сейчас Можно будет Купить Чуть Чуть Еще Дофармить Ну и Такое ощущение Что ДК Вообще Не собираются Затягивать Хотят Хотят Зайти И попробовать Сломать Бараки Ну вот Именно Попробовать То есть Не будут Там Слишком Ломиться Сильно Да Вот И попробовали Пол вышки Уже Минус Продолжение следует Продолжение следует...